Давайте, наверное, будем начинать. Давайте, наверное, будем начинать, приступать. У нас сегодня такое, в общем, ожидаемое мероприятие. Вот как раз в августе формально PMBOK релизится, хотя по факту, я думаю, что все, кто в сообществе знает, что для членов PMI релиз вышел 1 июля, но вот формальная, так сказать, дата старта – это август. Вот, соответственно, давайте познакомимся с тем, что 7 PMBOK нам приготовил, какие изменения, какие изменения концепции, а изменения, в общем-то, действительно достаточно серьезные, достаточно серьезные. Вот мы в Центре специалистов приветствуем, да, уже очень много, уже под сотню участников, ждем еще больше, в общем, да, специалисту в этом году 30 лет, так что мы вот все наращиваем, наращиваем. Этот короткий семинар, где-то на час, наверное, примерно, мы проведем для вас вдвоем с Еленой Павловой. Елена Аркадьевна, пожалуйста, слово вам представиться и потом начнем представлять PMBOK. Спасибо большое, Данил Юрьевич. Коллеги, добрый вечер. Павлова Елена, преподаватель учебного центра «Специалист». Я являюсь сертифицированным тренером Microsoft по работе с платформой Microsoft Project, ну и сертифицированный PMBOK. Спасибо, Данил Юрьевич. Вот, и я Данил Динсес, вот, ну, у меня тройное P, и вот, что касается PMBOK, в общем, удалось поучаствовать, ну, в качестве рецензента, вот, от России там, наверное, человек 10 было, вот, ну, надо сказать, что, да, часть предложений была принята, часть была отвергнута, но зато вот удалось ознакомиться, начиная с ранней стадии, понимать, что нас ждет. И вот, если даже мы посмотрим на обложку, видите, есть PMBOK Guide и есть стандарт по управлению в проект. В принципе, такая структура начала формироваться еще с прошлых выпусков, но вот сейчас это все так четко упаковано под одной, что называется, крышей. Есть стандарт, именно короткий, о котором мы сейчас расскажем, и более развернутый свод знаний, да, Project Management Body of Knowledge. И одна новинка совсем уже, это то, что, собственно, прикладной инструментарий сейчас вынесен, ну, то, что называется в платформу, да, цифровую платформу. Это вот Елена как раз тоже сегодня в ходе нашего семинара, в ходе нашего семинара покажет, то есть не все, что есть, не все, что есть сейчас вынесено в сам PMBOK, да. В чем корневые отличия, да, вот этот слайд, он, в общем-то, взят из самого PMBOK, они подчеркивают, вот, в силу того, что очень большая вариативность, я думаю, что большинство коллег, я вижу очень много знакомых имен, наверное, не нужно там рассказывать очевидные вещи, очень большая вариативность сейчас в управлении проектами. Это, в общем-то, началось еще и с шестого PMBOK, там был еще, как вы помните, Agile Practice Guide. И вот такая жесткая структура, что вот эта вот цепочка процессов, жестко разделенных по областям знаний, она уже все-таки не всегда работает. И, в общем, кто давно в теме, в области, я думаю, что, ну, вы знаете, что как всегда рекомендовали относиться к PMBOK. Что это свод знаний, из которого нужно выбирать то, что нужно нам. PMBOK не отказывается полностью от системы таких жестких процессов. Процессы остаются прямо даже вот во вводной части, это фраза звучит, процессы остаются. Но процессы мы теперь выстраиваем сами под нашу модель нашего проекта. А что нам дает PMBOK? Стандарт нам дает систему создания ценностей. Стандарт нам дает принципы. Руководство нам предоставляет домены. Ну, я бы здесь провел некоторую аналогию с областями знаний, но все-таки есть отличия тоже. Поговорим об этом. И в рамках доменов различные модели и инструменты. То есть, вот кто давно в тематике проектного управления, как вот у нас было, и даже кто многие там уже и PMB сдавали, получили сертификации, вот в рамках этого процесса применяется такой-то инструмент. Все, нету больше такой жесткой, такой жесткой структуры. Модели, артефакты, инструменты, они вынесены отдельно, и они могут применяться к тем областям деятельности, к тем областям деятельности, которые, ну, собственно, нужно использовать. Мы это сами решаем. То есть, глобально PMBOK стал более гибким. И, кстати говоря, благодаря этому стал существенно более компактным. Я, опять же, позволю себе провести такое сравнение. Вспомните, кто тоже давно в тематике. Как там чуть ли не мерились. В PMBOK 4-м столько-то страниц, в PMBOK 5-м столько-то страниц. В PMBOK, я уж не помню, честно. В PMBOK 6-м более 700 страниц, 796, что ли, или сколько там. В 7-м PMBOK, благодаря тому, что перестали дублировать инструменты, благодаря тому, что часть инструментов вынесли в цифровую платформу, он стал гораздо более компактным. 300 с чем-то страниц, из которых там действительно всякие благодарности, отсылки и так далее. То есть, по сути, там 200 с небольшим страниц. Это действительно стал такой нормальный, компактный справочник, которым можно теперь пользоваться, а не учить его там или не читать, как какой-то манускрипт. Пользоваться именно как справочник. Ну и давайте теперь, собственно, начнем. Стандарт управления, стандарт управления проектами, он такой максимально короткий, компактный, включает в себя два основных раздела. Систему поставки ценностей и 12 принципов управления проектами. Передаю слово Елене. Как раз давайте послушаем про систему поставки ценностей. Елена Аркадьевна, пожалуйста. Спасибо большое, Данил Юрьевич. Да, коллеги, я сегодня вспоминала драфт Черновик, который был опубликован еще в январе прошлого года, Черновик 7-го PMBOK, и заглядывала в него. Надо сказать, что вот получая обратную связь от рецензентов, PMI очень учел пожелания о том, как, какими принципами нужно руководствоваться при управлении проектами. И основная структура, она осталась, те же две главы, система поставки ценностей и 12 принципов управления проектами. Но содержание, на мой взгляд, существенно изменилось. Ну и в части поставки ценностей тоже. Ну, коротко об этом. До седьмой версии рассматривалось три основные сценария реализации проектов. Проект как проект сам по себе, проект, который входит в программу проектов, и проект, который входит в портфель проектов. Сейчас в седьмой версии рассматривается более широкий контекст, и проект – это часть общей цепочки, общей системы поставки ценностей. То есть проект перестал быть вещью в себе и перестал быть ради самого себя, и, соответственно, приносит ценность. Причем, если в шестом PMBOK в явном виде было указано, что это бизнес-ценность, то есть стандарт был написан для, очевидно, коммерческих организаций, выходил за рамки социальной ценности, оборонной ценности, ну, то есть каких-то таких общечеловеческих, возможно, личной ценности, которую тоже может создавать проект, то сейчас эти границы расширились. Сейчас и про строительство детской площадки, и стадионов – обо всем идет речь. Ну, то есть действительно седьмая версия говорит о любых проектах, в любых условиях, в любое время. И вот эта глава, она очень короткая, буквально там страниц 10, состоит из тех разделов, которые вот сейчас представлены на слайде. Ну, соответственно, начинается все с создания ценности, вот компоненты предоставления, информационные потоки – это к созданию. Дальше вторая часть – это системы руководства организации и те функции, которые организация реализует в обеспечении выполнения проекта. Ну, и под конец внутреннее и внешнее окружение проекта и соображения по управлению продуктом. К компонентам предоставления ценности относятся портфели, программы, проекты, продукты и операции. Информационные потоки описываются как нисходящие и восходящие, ну, то есть на уровень портфелей от высшего руководства спускается стратегия, дальше от портфелей к программам и проектам прилетают цели и задачи, дальше от проектов к операциям поступают уже, ну, то, что называется поставки, которые в операциях эксплуатируются, и восходящий поток информационный от операций к проектам необходимость в обновлениях, в корректировках, изменениях и так далее. Дальше, выше пошла оценка эффективности, ну, и на уровень высшего руководства приходит уже оценка, ну, собственно, той самой ценности, бизнес-вэлью, ради которой проект реализуется. Начиная с систем руководства организации, перечень функций, которые являются обеспечивающими функции и процессов для того, чтобы проект был реализован. Ну, и, соответственно, речь идет о том, что когда-то в каких-то случаях правильно реализовать такую централизацию функций управления, когда-то, если это какие-то фреймворки в рамках agile, это работа с самоорганизующимися командами, ну, в идеале и в том, и в другом случае проектный офис берет на себя вот эту задачу реализовывать обеспечивающие функции процессы и быть таким диктующим подразделением общих политик корпоративных, в рамках которых проекты будут выполняться. И вот функция обеспечения обзоров и координации – это, ну, вопрос надзорный в том числе. То есть это, с одной стороны, помощь в составлении бизнес-кейсов, обоснований, помощь в проведении тендеров, которые никогда не лишние на проектах, проведение переговоров по контрактам, ну, и так далее. Ну, и, с другой стороны, это, конечно, и мониторинг, и работа по улучшению, там, начиная от психологического климата в команде проекта и заканчивая, собственно, эффективностью реализации самого проекта. Дальше предоставление требований и обратная связь. Это те самые требования от заказчиков, от пользователей, которые в гибком agile уточняются циклами коротких итераций, ну, и, соответственно, являются движущей силой жизненного цикла. Гибкого. Дальше вопрос фасилитации и поддержки. Это система поощрения участников проектной команды, поощрения сотрудничества, коллективной ответственности, общего чувства ответственности за результаты работы. Следующие две функции – исполнение работы, применение экспертизы – это о тех знаниях, которые предоставляет организация для выполнения проекта. Ну, то есть это обеспечение проекта ресурсами. В исполнении работ – это общее знание, навыки и опыт. Ну, и в применении экспертизы – это экспертные, предметные знания. Ну, соответственно, компания выделяет ресурсы под проект и в части общих, и в части экспертных знаний. Дальше вопрос обеспечения бизнес-руководства, вот то, что direction называется. Это вопрос приоритизации требований, которые прилетают в проект, элементов бэклога на основании той самой бизнес-ценности, ради которой этот проект был инициирован. Функция обеспечения ресурсами и руководства – это тоже то, что, видите, осознается как крайне полезная со стороны организации, крайне полезная функция. Это защита проекта, то есть это лоббирование интересов, это отстаивание интересов проекта и команды проекта, выделение ресурсов, выделение полномочий, это путь эскалации проблем и рисков. Это то, чего очень часто не хватает на проектах. Вопрос внутреннего внешнего окружения проекта. Ну, это тут ничего нового в этом смысле нет. Внутренние – это факторы среды предприятия, те самые, которые были с незапамятных времен во всех версиях PMBOK. Это и корпоративная культура, и орг структура, и существующие системы менеджмента, и каналы коммуникации вертикальные, горизонтальные. Ну, и к внешней среде, конечно, относятся рынок, общество, коммерческие, академические отраслевые базы знаний нормативные. Это финансовое состояние, начиная от курса валют и заканчивая финансовым, собственно, финансовой ситуацией, в которой проект реализуется. И физические условия сюда же, тоже к внешнему окружению. Ну, то есть там проекты, конечно, в пустыне, в условиях за полярным кругом, в условиях крайнего севера, одни и те же будут реализованы по-разному. Ну, и последний пункт в этой главе – соображение по управлению продуктом. Это очень короткие тезисы о том, что управление продуктом – это отдельная дисциплина со своими стандартами, со своим объемом знаний накопленным. И что, ну, вот важно для нас, это то, что управление продуктом – это ключевая точка интеграции в дисциплинах управления программами и проектами. Это, во-первых. И во-вторых, ну, вот судя по тому, как это было раньше, в предыдущих версиях, все, что в стандартах выводится под шапкой соображения на какую-то тему, в следующей версии превращается уже или в отдельную главу, или в отдельную книгу, или просто интегрируется в стандарт. То есть здесь, ну, вот возьмусь прогнозировать, что в следующих версиях будет развиваться вот эта продуктовая тема. Ну, и на следующем слайде картинка, она не из стандарта, она как раз из черновика, из драфта, который там полтора года назад опубликовали, но, на мой взгляд, она очень хорошо иллюстрирует, какое место проект занимает в общей цепочке, в общей системе поставки ценности. Начинается все со стратегии компании, то есть отправная точка – это стратегические какие-то ориентиры, приоритеты. Вот, например, компания ориентируется на инновационные продукты, на развитие инноваций, и это стратегическое направление может остаться мечтой, если не превратится в следующий шаг цели, которые спускаются уже на уровень портфелей проектов, объектив, выпуск улучшенного продукта, то есть ставится какая-то задача тем, кто будет реализовывать эту стратегию. Возможно, эта задача не будет реализована, но для того, чтобы понять, будет или не будет, она должна превратиться в то, что называется инициатива. И, ну вот, появляется некое то, что называется initials, proposals, предложение, инициатива, вот проект по улучшению продукта. Вот здесь возникает проект в рамках общего портфеля, и в результате реализации этого проекта появляется некая поставка, deliverable. Ну, допустим, появляется улучшенный продукт какой-то с дополненной функциональностью. Вполне возможно, что этот продукт, он, ну, например, никому не пригодится, или, может быть, этот продукт мы не сможем больше никогда воспроизвести. Но если мы занимаемся правильным управлением проектом, то есть мы соблюдаем там все эти принципы, которые декларируются в стандарте, мы создаем то, что называется capability, то есть мы создаем способность компании реализовывать подобные проекты так, чтобы успех не был однократным. И, возможно, эти capability, ну, опять же, они не принесут никакой выгоды, но для того, чтобы все-таки завершить цикл поставки ценности, предполагается, что вот такая способность, выработанная компанией, она должна привести к бизнес-результатам, то, что называется в этой схеме outcomes. Это так же, как и deliverables, переводится, ну, собственно, как результат какой-то, но только это результат для бизнеса, это outcome. Ну, то есть за счет выработки этой способности мы получаем дополнительные какие-то расширяющиеся возможности, доли рынка, повышение лояльности наших клиентов. И это же тоже абстракция какая-то, да, которая должна однажды превратиться в выгоды, в бенефиц, в рост доходов, в повышение удовлетворенности клиентов, то есть в то, что можно посчитать. И, ну, такой завершающий в этой цепочке шаг – это, собственно, value, ну, то есть ценность, которая поставляется организации. Доходы, они в конце концов, с учетом всего, как это было реализовано на всех предыдущих шагах, доходы превращаются в прибыль. Вот проект до сих пор занимал в этой цепочке шаги инициативы и deliverables, да, ну, то есть какое-то предложение, какая-то поставка. Сейчас это звенья в общей цепи, сейчас, собственно, расширяется понимание того, ради чего этот проект реализуется. Как недавно сказал один из коллег, вот, который работает в космической отрасли, он сказал, что мы запускаем спутники в космос не для того, чтобы в космосе очередной спутник летал, а для того, чтобы оттуда снимки получить, для того, чтобы связь наладить, организовать, ну, и так далее. Вот так сейчас понимается проект. Ну, а дальше принципы, да, вот сейчас, как Данил Юрьевич сказал, нет обязательного вот такого документирования всех шагов в алгоритме процессов управления проектом, но зато сейчас обязательным стало соблюдение 12 принципов. Данил Юрьевич. Да, ну, давайте мы тут так по очереди, вот эти по этим 12 принципам пройдемся. Я, ну, здесь вот мы вынесли уже в переводе, сразу скажу, что перевод сделан мной, прошу больно не пинать. Вообще вот наши коллеги, многоуважаемые, мы знаем, сделали русский перевод, но он официально будет доступен 31 августа, и тогда мы сверим формулировки, пока это перевод такой, самопальный, скажем, да. В оригинале первый принцип звучит «Be a diligent, respectful and caring steward». Да, вот то, что я перевел, «Быть прилежным, уважительным и заботливым руководителем». Но в оригинале я специально озвучил, это термин «stuart», то есть «stuart» тот, кто помогает, тот, кто помогает. Вот этот принцип, который, ну, достаточно давно известен, который пришел из гибких методик, вот, помогающий лидер или servant leadership, да, там лидер, обслуживающий лидерство, вот оно теперь нашло свое, так скажем, воплощение, реализацию в PMBOK'е, хорошие руководители, и речь здесь идет не только о руководителе проекта, но и о любом руководителе, это в первую очередь тот, кто направляет, вот как раз, как только что на предыдущем слайде Елена Аркадьевна показывала, задает направление движения, помогает решать сложности, развивает команду, заботится, да, то есть это не директивное управление, вот о чем этот принцип. Переходим ко второму принципу. Создавать команду сотрудничества, среду сотрудничества, да, в проектной команде. Принцип о том, что проекты реализуются командами, а команды состоят из людей, и, собственно, всегда была, есть и будет предметная область управления командой проекта, и здесь эта область вынесена на уровень принципа обязательного к соблюдению, что совместно работающие проектные группы могут достичь общей цели более эффективно, чем отдельные люди, которые работают самостоятельно, то есть это про такой синергетический эффект от взаимодействия. Ну и еще один акцент, важный, на мой взгляд, это то, что проектная группа берет на себя коллективную ответственность за результаты проекта, то есть нет персональной ответственности, то есть наград за успех и наказаний за неудачи руководителя проекта, как это было до сих пор, сейчас речь идет о коллективной ответственности. Данил Юрьевич. Следующий принцип – эффективное вовлечение стейкхолдеров. Ну, здесь, пожалуй, ничего принципиально нового нет, в общем-то, в PMBOK достаточно давно и область знаний была, сначала manage стейкхолдер, потом engage, вовлечение стейкхолдеров. Здесь вот как раз правильный, наверное, термин – эффективно вовлекать, engage в оригинале, взаимодействовать со стейкхолдерами. Да, стейкхолдеры, как все мы помним, это такой очень общий стек людей, организации, подразделений, внутренних, внешних, кто каким-то образом может воздействовать на проект, на кого проект, продукт может воздействовать, и, естественно, лидеры проекта должны уметь взаимодействовать, вовлекать, заручаться поддержкой, учитывать не только желания и требования, но и озабоченности, которые возникают в ходе реализации, например, проекта, в ходе запуска продукта, потому что, ну, как без этого можно иначе фокусироваться на ценности? Вот не случайно, наверное, эти два принципа как раз здесь рядом, да? Вовлекая стейкхолдеров, с одной стороны, проектная команда лучше понимает, в чем ценность, лучше может способствовать достижению этой ценности. Ну и вот давайте перейдем к фокусировке на ценности. Фокусироваться на ценности – один из самых таких ключевых принципов, на мой взгляд, это та самая бизнес-ценность, которая вынесена в отдельную главу, и этот принцип, он завершает эпоху оценки формального успеха проекта по ограничениям. До сих пор проект формально считался успешным, если укладывается в сроки, в бюджет, выполняет цели и задачи, метрики по качеству соблюдает и так далее. Сейчас вынесено в декларацию, что ценность – это высший показатель успеха проекта. И здесь возникает такой сложный достаточно вопрос – это то, как эту ценность оценивать. И на входе, и в процессе, и на выходе, потому что ценность может возникать как отсроченный эффект после реализации проекта. Ценность может иметь разный вес, она с этой точки зрения субъективна по понятным причинам, потому что все в разных обстоятельствах похожие проекты реализуют. И вот это то, что нас ждет – выработать вот эти вот принципы оценки, создаваемые в проекте ценности. Данил Ильич. И вот тут действительно очень логично это все изложено. Ну, давайте честно скажем, мы не расхаливаем PMBOK просто. Ну, что логично, то действительно логично. Вот действительно, есть понятие ценности, которое действительно, как уже Елена Аркадьевна акцентировала на этом, она не обязательно материальная, это может быть и социальная какая-то, например, ценности. Но и второй момент, который тоже уже акцентировался, что проект не существует сам по себе, да. Проект существует в некоем окружении. Вот вижу, да, коллеги пишут, а что тогда понимают под ценностью, да, что тогда понимают под ценностью. Вообще есть такое определение. Ценность – это то, что заинтересованные стороны считают для себя полезным объективно или субъективно. Есть сейчас в бизнес-менеджменте вот такое определение ценности. Да, вот я вижу, Дмитрий Воронин пишет, довольный заказчик, видимо, да. Ну, по сути, можно сказать и так, менее наукообразно, но точно, довольный заказчик. То есть, я вот, знаете, иногда, ну, немножко отвлекусь от PMV, когда в другом немножко разрезе, иногда такой привожу пример. Раньше в IT там и шутили горько, и обменивались опытом, как там противодействовать. Если приходят руководители, просят, условно говоря, там, о настрой, мне там, значит, мой новый там iPhone, iPad, организую, чтобы у меня, значит, тут все было хорошо и удобнее. Вот как, значит, IT там команде от этого отбояриться, потому что это вроде как не в сфере ответственности. Так вот теперь, и это, кстати, не только в PMV, это и в других управленческих фреймвордах сейчас присутствует. Вот если стейкхолдер видит в этом ценность, вот настроить ему там, допустим, iPad, да, ну, условно говоря, не микро такой проект, да. Какая-то для него в этом есть ценность, это удобно или это престижно даже просто еще что-то. И этот стейкхолдер готов вкладывать ресурсы, значит, это ценность. Значит, да, действительно, вот это то, ради чего может инициироваться проект. Ну, в каком-то смысле, да, коллеги, ценность – это цель такого высшего уровня, наиболее высокого уровня, да. И вот проект, он действительно существует не в вакууме, не в безвоздушном пространстве. Поэтому для того, чтобы эту ценность понять, для того, чтобы понять, что она остается ценностью, понять, на что проект влияет, что влияет на проект, очень важный принцип – реагировать на системные взаимодействия. Как наш проект повлияет на заказчика, на пользователей, на другие используемые продукты, на способ организации деятельности, ведение бизнеса, наоборот, что на нас повлияет. Другие проекты, внешние какие-то взаимодействия, рыночные, регуляторные или что-то еще. То есть вот эта постоянная внешняя оценка – это один из важных принципов как раз управления, реализации проекта и важный фактор достижения успеха. Ну и, собственно, один из факторов лидерского поведения. Давайте к нему перейдем. Да, про лидерское поведение. Ну, в треугольнике талантов руководителя проекта одна из сторон этого треугольника – это лидершип, лидерство. И здесь она вынесена на уровень принципа. На мой взгляд, вот самое важное – это то, что тезисно лидерство отличается от власти и полномочий. Полномочия могут быть делегированы. С лидерством такой вариант не пройдет, во-первых. Во-вторых, лидерство возможно и совместное на проекте. То есть нет такого понятия, как один лидер проекта. Есть лидер, который формально назначен исполняющей организацией. Он может выполнять разные роли. Может быть, руководителем проекта, может быть, скрам-мастером. Но вполне возможно и совместное лидерство, которое абсолютно не отменяет авторитет формально назначенного лидера и абсолютно не избавляет его от необходимости демонстрировать лидерское поведение. Здесь, конечно, много вопросов про и личностные характеристики человека в том числе. Потому что он может, с одной стороны, обладать лидерскими качествами, но с другой стороны, при этом быть, например, корыстным или ненадежным. И это снижает уровень доверия к лидеру. Тот, кто демонстрирует лидерское поведение, конечно, должен понимать, что основной инструмент управления и ведения команды – это личный пример. И вот тоже такой тезис, он вынесен в этом принципе. И когда-то, допустим, в моменты хаоса директивные действия создают больше ясности, чем совместные решения проблем. Когда-то, если это среда с высококвалифицированными, заинтересованными сотрудниками, здесь будет больше работать делегирование полномочий. То есть одна из моделей, дальше про модели, вот в самом руководстве, одна из моделей – это модель ситуационного лидерства, умения выбирать правильный стиль. То есть нет никакой директивы, нет никакой рекомендации о том, каким должен быть лидер. Нужно уметь адаптироваться. Данил Юрьевич. И вот как раз предыдущие два принципа – системное взаимодействие и лидерское поведение – из них как раз вытекает следующий принцип – организовать взаимодействие в контексте. Понятно, что поскольку PMBOK, он такой общий на весь мир, не будем очевидные вещи говорить, то формулировки достаточно общие. Вот что значит организовать взаимодействие в контексте? Я, наверное, здесь даже вынужден повториться, потому что действительно одно вытекает из другого. Вот по контексту. Когда-то нужно административный стиль применить, а когда-то делегирование командное. Когда-то выстраивать проект с максимальным вовлечением стейкхолдеров, учетом их интересов, а иногда бывает нужно проект провести, вот что называется, по грани, да, вот постараясь задеть как можно меньше этих самых заинтересованных сторон, чтобы они, так сказать, не оказали негативного влияния на проект и так далее, и так далее. То есть учитывать окружение, контекст. Это тоже, по сути, один из факторов лидерства, которое, собственно, и позволяет, что встраивать качество в результаты процесса. Давайте вот как раз к следующему перейдем принципу. Про встраивать качество. Я здесь очень коротко. Мало каким областям знаний довелось стать принципами. Ну вот команда, качество и риски к ним относятся. Здесь принципиально ничего нового, кроме того, что качество измеряется разными параметрами. Это и параметр соответствия техническим спецификациям. Это и надежность, то есть это способность воспроизводить из опыта в опыт один и тот же результат. Это и устойчивость, то есть способность после каких-то ударов восстанавливаться. Это и удовлетворение требований и пожеланий. Это и вопрос единообразия, сравнивая с предыдущими какими-то реализациями. Это и эффективность, то есть максимальная выгода на минимальные вложения. Это и параметр устойчивого развития, то есть насколько выполняется принцип постоянного совершенствования. Ну и управление качеством. Это деятельность, которая сосредоточена по-прежнему, как это и было, на обнаружении и предотвращении ошибок и дефектов. Данил Ильич. Да, ну и, собственно, здесь, наверное, максимально коротко. Принцип проекта в многогранном окружении, он опять же тесно связан с ценностью, системными взаимодействиями, контекстом. Контекст это и есть, что многогранное, то самое окружение. Да, личные интересы, корпоративные, внутри корпорации интересы различных подразделений, внешние интересы внешних игроков, начиная там от банального конкуренты, заказчики, заканчивая там, опять же, регуляторной какой-то средой. То есть это тоже фактически одно из лидерских качеств. Да, это и принцип, и это как лидерское качество. Это учитывать все аспекты реализации проекта. Да, то есть, с одной стороны, вижу цель, но при этом вижу и понимаю, оцениваю, что происходит вокруг. И это, в свою очередь, опять-таки, тесно связано с чем? Со следующим принципом про риски, про реагирование на риски. Да, как было, так и есть сейчас. Управление рисками – это сквозная тема для управления проектом. Тоже, как бывшая область знаний, предметная область, вынесена в отдельный принцип. И тоже практически из каких-то инструментов ничего нового, кроме того, что рисками нужно управлять просто всегда, на всем жизненном цикле проекта, в разных формах, и работа со стейкхолдерами – это работа с рисками, и управление содержанием, расписанием, стоимостью – это работа с рисками, и допущение, и ограничение – это тоже работа с рисками. И индивидуальный риск проекта – и общий риск, и позитивный, и негативный, и оценка риска аппетита, и порога толерантности. То есть, в этом смысле все на своих местах. Данил Юрьевич. И, собственно, управление рисками – это одна из составных частей адаптивности и устойчивости. Ну, собственно, зачем мы рисками-то управляем? Чтобы адаптироваться к меняющимся условиям и сохранять общее движение к ценности. Вот мы уже заканчиваем с принципами, скоро будем переходить как раз к доменам и моделям, в том числе поговорим о моделях реализации проекта. Это как раз, наверное, один из самых ярких примеров адаптивности, когда у нас адаптивность и устойчивость за счет выбора той или иной модели проекта и реализации, вот как раз финальный принцип чего – изменений. Да, вот, Елена Аркадьевна, финальный принцип. Да, 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 да. Вот мне в предыдущем принципе очень нравится такая установка на то, что помимо реакции на изменения еще необходимо уметь быстро восстанавливаться, настолько сейчас волатильная среда, в которой реализуются проекты. Ну и управление изменениями. Это более широкий контекст по отношению к проектам. Это change management, то есть управление изменениями в компании. Здесь вопрос структурированного подхода к изменениям, подготовки стейкхолдеров, потому что многие сопротивляются изменениям, и попытка слишком большого изменения за короткое время может приводить к усталости, к сопротивлению, повышать это сопротивление. Ну и поэтому необходимо взаимодействие постоянное с заинтересованными сторонами, и не силовые, и не директивные, а мотивационные подходы. Вот они способствуют принятию изменений. И еще одна тоже интересная мысль здесь в этом последнем принципе, это о том, что возможно после реализации изменения понадобится его усилить для того, чтобы система не вернулась в исходное состояние. Вот такие интересные тезисы, их действительно очень любопытно читать. И с одной стороны принципы, они из разряда очевидного, а с другой стороны, ну, наверное, вы согласитесь с тем, что если их выполнять, соблюдать, то это действительно повысит эффективность проектов, и можно прямо сейчас такую инвентаризацию в своих проектах провести на предмет соблюдения этих 12 принципов. Да, вот я вижу Дмитрия в такой жизненный комментарий, что если у разных внутренних, например, заказчиков такой очень узкий свой фокус, то вот это и нужно как раз учитывать. Конечно, здесь заочно там в рамках семинара мы вряд ли скажем, это что внедрять две системы или учитывать весь комплекс требований, чтобы удовлетворить каждого заказчика. Вот это и есть как раз взаимодействие в контексте реагирования на риски и выработка устойчивости. Потому что в каком-то случае, если, например, заказчики находятся в резкой такой контрадикции, противостоянии, может быть, действительно более правильно будет реализовать два проекта, две разные системы. Да, совершенно верно, Михаил, это как раз и есть и вопрос эффективного вовлечения стейкодеров. Совершенно спасибо. А в другом случае, действительно, с точки зрения лучшего финансового результата, комплексного управления компанией, найти способ увязать воедино требования и реализовать их все. Вот это и есть контекст. И, ну, я думаю, все, кто проекты ведет, сталкивались и с той, и с другой ситуацией. И тут, на самом деле, часто бывает много даже личного. Ну, я бы не сказал, что это agile манифест, но то, что короткие формулировки, да, я соглашусь, это очень хорошо, да, вот, не такие заумные. Ну что, коллеги, на этом мы с вами завершили такой, ну, не очень даже короткий у нас получился разбор стандарта, да, вот именно стандарта. Теперь давайте посмотрим, что же собой представляет, собственно, руководство Body of Knowledge. Body of Knowledge состоит из трех основных разделов и приложений. Что это за разделы? Это домены производительности. Вот я вначале сказал, обмолвился, это мое сугубо личное мнение, что есть, ну, определенная корреляция между доменами производительности и областями знаний, хотя это не один контакт, конечно. Но даже в самом названии как бы заложено, что это те области деятельности, да, домены, которые способствуют выстраиванию нужного уровня производительности. Есть небольшой раздел, который называется связывание доменов, Tailoring. Вот, на мой взгляд, очень хорошо, что он появился, потому что он как раз позволяет, ну, а не позволяет, а он описывает буквально, как деятельность в рамках разных доменов между собой увязывается. Потому что, ну, что области знаний, что домены, они, естественно, описаны каждый сам по себе, а в деятельности это все переплетено. Вот это переплетение, взаимоувязка, сшивание, да, вот Tailor, буквально это же термин из партняжного дела, вот как отдельный небольшой теперь раздел. И вот то, что тоже мы говорили в самом начале, раздел методы, модели, артефакты. То есть они теперь не привязаны ни к домену производительности, ни там к принципу, тем более, области знаний. Они есть именно как инструменты. И ты как тот самый лидер, который на результат работы должен решить, какой инструмент тебе сейчас нужен. Ну, и приложения. Вот я, ну, приложений там больше, я вынес сюда на слайд три, которые мне кажутся наиболее значимыми. Роль спонсора подчеркнута. Роль офиса управления проектами, о чем как раз Елена Аркадьевна уже говорила. И я вот еще сосредоточусь буквально полминутки управления продуктом. Это достаточно новое то, что в PMBOKI теперь и в явном виде выделено то, что, ну, в общем, большинство из нас и так уже знает, да, вот теперь это есть в PMBOKI. Задача проекта создать продукт, который потом будет эксплуатироваться и, собственно, в процессе эксплуатации приносить ценность. То есть вот эта взаимосвязь теперь достаточно четко описана, да. Ну, и вот давайте посмотрим. Восемь доменов производительности. Первый домен описывает взаимодействие с стейкхолдерами, вовлеченными сторонами. Ну, основная деятельность здесь, тут достаточно похожа на предыдущую версию PMBOKI, это вовлечение стейкхолдеров. Второй домен – производительность команды. Здесь достаточно много, ну, нового, скажем, для PMBOKI, многое того, что было. Есть взаимосвязь, вот коллеги, то, что пишут из Agile, из гибких подходов. Это принципы лидерства, причем лидерство, еще раз подчеркнем, не обязательно руководителя. Любой сотрудник команды может, имеет право и по-хорошему должен уметь взять на себя лидерство, когда это касается его области деятельности или, ну, просто когда он это может сделать. Выстраивание командной культуры, высокопроизводительных команд. Это, в общем, фактически даже, можно сказать, пришло там из Agile, из, ну, не буду говорить там из Scrum, но вот из адаптивных подходов. Взаимодействие различных лидерских стилей, то есть, когда лучше применять административный подход, когда делегирование, тоже гибриды этих подходов. Это тоже все относится к домену команды. И жизненный цикл. В общем-то, четыре основных типа жизненных цикла. Предиктивный, он же водопад, итеративный, инкрементный и адаптивный, он же Agile. А также различные гибриды, они были, как вы, наверное, помните, описаны, ну, не в самом шестом PMBOK, а вот в приложении, которое Agile проект изгнает. Теперь это как раз один из доменов производительности. Это действительно ведь производительность. В зависимости от условий реализации проекта, ну, модель Signofin, диаграмма Stacey, там, да, все вот эти вещи, какую модель реализации проекта, какой жизненный цикл лучше выбрать. Планирование. Это свой домен, кстати, вот, ну, на мой личный взгляд, да, это сугубо так. Очень хорошо, что это собрали в один домен, потому что, ну, мы, конечно, опять же, из опыта знали, понимали и всегда увязывали, но все-таки, если сопоставлять с областями знаний, как всегда было планирование и расписание, планирование ресурсов и так далее, сейчас весь домен планирования собран воедино, включая и планирование команды, и структуры команды, и коммуникации, и физических, то есть материальных различных ресурсов, и работу с поставщиками, вот это все сейчас относится к домену планирования. Домен исполнения работ в проекте. Ну, тут скорее, наверное, даже можно провести аналогию с фазой жизненного цикла execution. Да, ну, действительно, это... Что сюда относится? Балансировка ограничений, вот мы говорили, работы в контексте, учитывать многогранность среды как принцип, в этом домене вот он реализуется. Уже реализовывать коммуникации, то самое вовлечение стейкфолдеров, управление командой, поставщиками, ресурсами. Сюда же относится к работам в проекте регулярное извлечение знаний. Не в конце фазы, не в конце проекта, а регулярное извлечение знаний. Предоставление результатов, ну, тоже в какой-то степени, можно сказать, не столько даже корреляция с областью знаний, сколько с, да, фазой клоуже. Поставки, контроль качества. Очень интересный есть подраздел, я его на слайд не вынес, но в целом кеймбоке обратите внимание. Субоптимальные бизнес-результаты. То есть, это ведь действительно про жизнь. Мы далеко не всегда, я бы даже сказал, наверное, почти никогда не достигаем идеальных результатов, которые планируются. Вот какой уровень достижения является, ну, скажем так, достаточным для передачи в эксплуатацию и в конечном итоге поставки ценностей. Измерения. А вот это аналогия с областью знаний управления качеством. Там не полная, но перекликается очень серьезно. Как проводить измерения, что измерять, как представлять информацию в удобном виде. Это, кстати, достаточно хорошая новинка. Как управлять отклонениями. Вот. Коллеги, про экзамен скажу отдельно. Никакого экзамена по PMP-7 нет. Это в конце скажу обязательно. И, наконец, домен неопределенности. Домен неопределенности. Вот такого вообще не было. Мы действительно сейчас существуем в очень неопределенном мире. Есть даже такой термин, наверное, вы его слышали. VUCA. Мир, да. V-U-C-A. V-Volatile. Volatil. U. U-Uncertain. Неопределенный. U-C-Changeable. Изменяемый. U-A. Ambitious. Ambitious. То есть, слабо, как сказать, понимаемый, да, различные трактовки. И вот в рамках этого домена как раз описывается работа вот со сложностью, взаимодействием, вот этой волатильностью И возникающимися с этим рисками, причем рисками, как мы помним, и позитивными, и негативными. Модели. Ну, я здесь буквально на нескольких примерах. Я уже основной посыл, в общем-то, сказал, что вот этот четвертый раздел PMBOK о модели метода артефакта как раз просто как такой справочный по модели метода артефакта. Ну, например, вот здесь что приведено? Модели лидерства, ситуационное лидерство, способы решения конфликтов. Та же, кстати, диаграмма такма, она всем наверняка хорошо известна, она здесь приведена как одна из моделей. Методы сбора информации тоже, которые мы хорошо знаем, фокус-группы, опросы, мозговые штурмы и так далее. Правила проведения собраний, совещаний, артефакты, стратегические, ведение логов, реестра, иерархические диаграммы. То есть, например, та же иерархическая структура работы, она никуда не уходит, она находится в разделе иерархических диаграмм, она работает. Но вот эти все инструменты, иерархические диаграммы, это же у нас не только иерархическая структура работы. Это иерархическая структура рисков, это может быть и структура команды, это может быть и декомпозиция продуктов. Это все тоже вот сейчас находится в моделях и артефактах. И вот как я и говорил, что детали сейчас вообще вынесены из PMBOK в цифровую платформу. Я вот сейчас хочу передать введение презентации Елене Аркадьевне. Я как раз успела разобраться, ее буквально вот на днях опубликовали цифровую платформу. И Елена Аркадьевна как раз покажет немножечко вот эту цифровую платформу на сайте PMI. То есть это фактически тоже как составная часть PMBOK сейчас. Крайне мере свода знаний, только она такая цифровая. Пожалуйста, Елена Аркадьевна. Спасибо. Ну да, действительно, инструменты управления проектом, они же никуда не делись. Просто вынесены сейчас в Digital Platform, которая называется PMI Standards Plus. Вот сейчас она в актуальном таком работающем состоянии. И с одной стороны это real time, то есть это такой доступ в режиме реального времени. С другой стороны доступ к коллективным знаниям, общим мировым знаниям об управлении проектами. И, конечно, в 21 веке было бы странно ожидать несколько лет выхода нового стандарта для того, чтобы познакомиться с какими-то новыми инструментами. То есть стандарт это то, что там высекается в граните, оклевается в бронзе и, собственно, закрепляется как принципы. В этом смысле так очень поддерживаю направление, которое PMI выбрали для себя. А инструменты, они выносятся вот в эту платформу. Добраться до нее можно или оплатив мембершип, то есть такое годовое членство в профессиональном сообществе PMI. Или по подписке 8 долларов в месяц. И сейчас на эту цифровую платформу вынесены, можно посмотреть на сайте PMI, 4 стандарта, 121 статья, ну и так далее. Там есть и видео, есть и аудио, подкасты, есть и шаблоны проектной документации. И это обновляется, контент обновляется каждую неделю. Собственно, как выглядит сама по себе платформа. Она построена по типу, похожему на социальную сеть. Ну и, соответственно, все посты, условно говоря, ну то есть вся информация организована вот такими плитками, карточками. У каждой карточки есть маркировка, есть ссылка на ресурс, из которого взят, например, шаблон или, например, ну какие-то тезисы, да, которые описаны в этой части. Есть возможность поставить лайк, поделиться какой-то обратной связью, ну в том числе и в формате там смайликов, в формате текста, текстовой обратной связи. Там, где речь идет о шаблонах, их можно скачать, можно поделиться, сохранить в избранном. Шейр это с кем-то поделиться, ну естественно, там будет запрошен, будет запрошена авторизация у того, кто захочет просмотреть этот контент. И у этих статей, ну вот есть надежда на то, что это действительно будет пополняться так оперативно. Есть рубрикатор, рубрикатор тоже совершенствует. Это то, что называется фильтры. В центре это отрасль, да, там можно посмотреть отдельно, допустим, по строительству или по информационным технологиям. Слева это подход, ну тут все понятно. И справа это формат самой информации. Есть и аудио, и видео, и шаблоны, есть и гайды, собственно, ссылки на гайды. И вот один из самых интересных форматов, который мне понравился, это интерактивная графика такая. Она приятная, с ней приятно работать. То есть здесь можно все сворачивать, разворачивать. То есть, ну, электронно организовано хорошо, на мой взгляд. Вот в этом смысле недостаточно сейчас работать только с PMBOK. Конечно, цифровая платформа является неотъемлемой частью информации по управлению проектами. Данил Юрьевич. Да, Елена Аркадьевна, спасибо. Вот действительно цифровая платформа сейчас вещь крайне важная. Наверное, действительно, вот я поддержу. Ну так, ИМХО, понятно, мы не знаем, что там PMI будет делать. Но хотелось бы, конечно, надеяться, что они тут цифровую платформу будут действительно оперативно развивать. Я вот вижу, коллеги комментируют на что-то похожее. Там я, честно говоря, вот это CIMA сходу не соображу, что за аббревиатура. У меня другая аналогия, вот кто из IT, знаете, IT примерно по такой же схеме, вот свежая версия тоже вышла из публикации, а есть вот тоже там электронный контент. Ну, действительно, в конце концов, мы в цифровом уже мире живем, так что ждать выпуска. Вот, поэтому, ну вот такое, наверное, краткое знакомство мы с вами провели. Значит, я вот, ну, каюсь, я сначала хотел вначале сказать, потом что-то там вводная часть прошла, не сказал, но это очевидно, что мне напомнили насчет экзамена и всего прочего. Да, значит, смотрите, какая позиция по экзамену. Нового экзамена сейчас не будет, то есть экзамен сейчас полностью отвязан от PMBOK. Ну, давайте честно скажем, экзамен PMP от PMBOK, как такового, отвязан уже достаточно давно, и PMBOK давно не является то, что основным, даже обязательным элементом для подготовки к экзамену PMP. Из сообщества там запрашивали, это не я запрашивал, поэтому цитирую одного из коллег, он приводит ответ PMI, что скорее, значит, ну, не ручаюсь за абсолютную достоинность, но примерно так, что скорее сейчас PMBOK адаптирован под текущую версию экзамена, чем наоборот. Вот, то есть, поэтому текущая версия экзамена есть, она существует, и на данный момент на текущий планов ее менять нет. То есть, пока никакое изменение на данный момент не анонсировано, что, наверное, было бы странным, учитывая, что они на новую версию экзамена перешли только вот с 2 января. Более того, скажу, значит, ну, во-первых, коллеги, кого интересует экзамен, чтобы мы сейчас все-таки не отклонялись от темы, в четверг у меня будет семинар такой же, вот так же, 18.30, посмотрите на сайте, записывайтесь, на котором я расскажу как раз про курс официальный PMI-овский по подготовке к экзамену. Поэтому вот кого интересует, чтобы мы остальных не, так сказать, отвлекали на такую боковую ветку, подключайтесь в четверг, мы поговорим там такой серьезный пятидневный курс, я расскажу то, что он из себя представляет. Это, кстати, тоже новинка, и она, кстати, ложится вот в эту цифровую концепцию, ведь никогда до этого PMI своих курсов по подготовке к экзамену и вообще никаких аккредитаций на эту тему не делал. Любой учебный центр, любой тренер мог делать свой курс, их можно было там валидировать у PMI, но, в общем, это все было такое добровольное. Теперь вот как бы есть некий канон. Естественно, с учетом таких достаточно, как вы видите, серьезных изменений, мы сейчас активно адаптируем всю линейку курсов. Ну вот на сайте специалиста есть вот такие АК метропутеводители, вот посмотрите, кто-то уже, наверное, видел. Соответственно, сейчас по состоянию на конец июля, начало августа уже адаптированы все базовые курсы, то есть базовый курс по PMI, базовый курс по IT-проектам. Кстати говоря, адаптирован курс по управлению организационными изменениями, потому что, вот как вы видите, даже один из принципов теперь касается поддержания. Да, поэтому вот эти курсы, они уже адаптированы. Курс по проектному офису, он хоть и не начальный, тоже адаптировал, что видите, сейчас проектный офис прямо отдельным приложением попал в PMBOK. Ну а вот остальные, касающиеся команды, качества, рисков, это вот буквально в течение августа эта работа сейчас активно ведется, поэтому какие-то будут обновлены больше, какие-то меньше, это все, естественно, уже в зависимости от изменений, в зависимости от изменений в PMBOK. Все остальное, в общем-то, остается так же, как и было. Есть и программы повышения квалификации, естественно, все эти курсы, они продолжают давать контактные часы для тех, кто планирует сдавать те или иные сертификации, PMB или какие-то другие. Ну а те, кто уже сертифицированы, соответственно, дает те самые баллы профессионального, баллы профессионального развития. Ну это вот такая организационная информация. Коллеги, спасибо огромное, вот тут прям у нас суперактивное было участие. Если кто-то что-то хочет уточнить, добавить, прокомментировать, пожалуйста, с удовольствием там или слово дадим, или там в чате как удобней, контакты все есть, пожалуйста, связывайтесь. Я вот, кстати, параллельно отслеживаю телеграм-канал, там некоторые коллеги не смогли подключиться, тоже спрашивают про запись. Я думаю, что постараемся, попросим наших организаторов, чтобы запись как-то была доступна, ну в личных кабинетах, но не только тем, кто зарегистрировался. Вообще в личные кабинеты запись, ну формально в течение недели попадает, но вообще это чисто такой, как сказать, технический момент, поэтому, может быть, даже и завтра с утра будет, так что проверяйте. Вот, в четверг сессия будет такая же информационная в формате мастер-класса, нет, она бесплатная, будет также где-то вот минут на 45-час, а платный это вот сам пятидневный курс. Да, пятидневный курс, он такой сильно платный, вот, ну вроде как сам вендор рассказывает, что он будет на экзамене спрашивать и все, поэтому вот так. Так что, коллеги, спасибо, пожалуйста, какие комментарии, вопросы, ждем. Ну и, собственно, ждем, ждем, спасибо. Да, так что, если еще, то давайте запись возобновим. Ссылка на завтра, что вы спрашиваете, что такое ссылка на завтра? Нет, про завтра я говорил, что завтра может быть, с учетом, что лето и объемы не очень большие, завтра у вас может запись этого вебинара появиться. А следующий вебинар у нас в четверг, вот, по подготовке к экзамену, в четверг, в четверг. Так, Михаил, какие методы под поиском локальных оптимумов? Что вы имеете в виду под локальными оптимумами? Если вы прокомментируете, я может даже, то есть, это методы измерений вы имеете в виду? Ну, смотрите, базовые планы измерений, ну, суббой, кумулятивные диаграммы, диаграммы времени, кстати, вот, информационные радиаторы появились и так далее. Вот, так что, ну, вот так, вот так. Гай, ссылка, сейчас давайте посмотрим, ну, то есть, она там точно есть на сайте, там есть раздел семинаров, там же, наверное, где вы нашли эту ссылку. Вот, либо, если сейчас так вот не найдете, мне просто напишите на контакты. Коллеги, да, вот, откликнитесь, пожалуйста, как вот, кто уже там пролистывал что-то, как вот, первое впечатление, первый взгляд, действительно, он часто бывает правильным. Как у вас вот первое впечатление? Сергей, я же говорю, видео будет в личном кабинете, в вашем личном кабинете на сайте специалиста. Личный кабинет на сайте специалиста, там будет видео. Гарантировано в течение недели, ну, поскольку это действие чисто техническое, то может быть даже и быстрее, может быть даже и быстрее. Поэтому можете, начиная с завтрашнего утра, проверять. Ну, вот, Михаил, Михаил согласен с вами, да, вот, мне, честно говоря, тоже тулы по uncertainty сейчас наиболее, пожалуй, интересно, ну, как бы актуально, действительно, действительно актуально. Так что, ну, а в общем, да, согласен, конечно, надо, что называется, на практике проверять. Поэтому вопрос-то он про первое впечатление. Хорошо, коллеги, тогда спасибо. Спасибо. Ну, кому интересует, тогда встречаемся в четверг. Тем, спасибо, всем удачного вечера. Продолжение следует...